Приветствую вас друзья! Сегодня у нас старая часть обзора на проектор Toinger K2 и прямо сейчас мы увидим что же нас ждет в этом обзоре. Мы посмотрим как показывает youtube, посмотрим как показывают художественные фильмы, футбол на большом экране в 60 fps и конечно же мы увидим как играются на этом проекторе видеоигры. Оставайтесь с нами, поехали! Начнем мы с тестовых картинок брошь. Наши девушки как всегда выглядят хорошо, цвета естественные, цветопередача хорошая. Это тест по геометрии, здесь все отлично, это DLP проектор, искажений здесь никаких нет, по фокусу тоже все отлично, по всему полю кадра. Снова наши девушки, цвета естественные, хорошая, цветопередача отличная. Здесь тоже все хорошо, муаров нету, контуров по резким граням тоже. Вот это наш глазик, ресничка, выглядит отлично. Это птичка, можно посмотреть детализацию. Ну, здесь как я уже говорил видно с самых светлых до самых темных всей квадратики. Здесь опять на искажения, искажений здесь никаких нет. Вот наши домики. Как уже говорил, это тест с диагональю 85 дюймов и она показана с расстояния 2 и 3 метра. Расстояние от проектора до экрана. 85 дюймов это порядка 2 и 1,7 метра. Вот, кстати, тест с зумом. Можно посмотреть, как меняется детализация и с какого расстояния видны пиксели. Вот сейчас мы позомерим на птичку и будет видно постепенно, как проявляется пикселизация. Вот видите, вот пиксели. При отдалении зума от картинки пикселизация пропадает. Можно составить примерно впечатление, через сколько появляются пиксели и через сколько их не видно. Ну, как я уже говорил, этот проект надо ставить где-то на полметра впереди зрителя, чтобы не видеть пиксели. Тогда все отлично. Вот девушка наша. Сейчас мы посмотрим, где тут пиксели. Кстати, пиксели здесь квадратные, а не ромбовидные. Матрица здесь расположена традиционно, а не на боку, как у некоторых ДЛП проекторов. Вот пошли цвета. Был беленький, желтенький, зеленый. Все отлично по всему полю кадров. Заливка равномерная, винетирование, затемнений по краям нет. Был серый, синий, темно-серый. Вот так черный выглядит в темноте. Вот все цвета одновременно. Это тест на оверскан, все отлично, полное поле кадра. Как я говорил, 18 квадрат здесь не виден, все остальные видны, самый левый. И здесь же 233, самый левый тоже не виден, все остальные видны. По цветам девушки все отлично. С контурной резкостью тоже все в порядке. Так, здесь нас встречает меню проектора. Это типичный встроенный Android. Для каких устройств? Похож на любой ТВ-бокс. Сейчас мы заходим в настройки. Нас встречает здесь настройки сети Wi-Fi. Здесь мы выбираем наш роутер. Настраиваются все параметры сети, подключения, пароли и прочее. Далее идет Bluetooth. Опрос устройств, какие у нас доступны по Bluetooth. Включены, выключены. Дальше меню звука. Системные звуки включены, выключены. Boost Audio. Громкость, соответственно. И эквалайзер. Тут довольно гибкая настройка. Плюс можно сделать более мощные басы. Вот. Дальше идет настройка дисплея. Яркость. Три яркости. Стандартная. Сейчас стандартная. Высокая, повышенная. И режим сохранения энергии. Чуть поменьше. Вот так выглядит режим сохранения энергии. Самая меньшая яркость. Вот. Сейчас мы вернем побольше. Включим высокую яркость. Вот так это выглядит. Вот видите, сразу стало ярче. Заметно ярче. Вот. Ну, вернемся к стандартной. Меня вполне устраивает, даже на 100 дюймах. Так. Ставим стандартную. Дальше идет меню цветовую температуру. Это холодная, средняя и теплые цвета. А стоит на средней. Меня вполне устраивает. Так. Ну, это переворот экрана. Это для того, чтобы подвесить потолку или для прочих экранов. Но это опция связана со скриншотами. Так. Это у нас зум. Вот. Сейчас мы посмотрим, как работает зум. Здесь можно цифровым методом уменьшить картинку. Вот видите, уменьшаем по вертикали, по горизонтали, как нам нравится. И выходим из меню. Сейчас посмотрим, как у нас выглядит экран. Вот видите, картинка меню уменьшилась. Если у вас не влезает в экран, можно гибко подстроить, уменьшить. Ну, мы сейчас вернем, как было. Находим меню. Так. Скрин зум. И уменьшаем. Меню у меня на английском. Мне, в принципе, устраивает. Ну, довольно-таки привычно. Я у всех проектов ставлю на английском. Здесь можно включить русский. Потом я чуть позже покажу, где это. Это автокоррекция кейстона. И можно инициировать калибровку кейстона. Можно вручную, собственно, кейстон делать. Это у нас меню андроиды по установленным приложениям. Пишется, что за приложение, сколько они занимают в памяти устройства. Здесь можно полазить, посмотреть. Ну, здесь все, как на обычном андроиде. Это для подключения к компьютеру. А здесь сколько какие данные занимают. Так. Здесь мы смотрим, сколько какие данные у нас занимают. Видите, 26 гигабайт свободно под программой и прочее. Сколько на флешке. Ну, типичное андроид меню по приложению. Менеджер встроенной памяти. Будет показывать, сколько на флешке и сколько встроенной памяти. Так. Ну, это можно почитать про систему, про проектор. Видите, хоть K1 написано в серии, но это проектор K2. Статусы, модель, версии андроида и прочие моменты. Так. Ну, можно в саппорт даже написать. Здесь настройки даты и времени. Я еще до сих пор не поменял толком. Здесь у нас язык. Вот, кстати, сейчас прямо поставим русский и посмотрим, как будет выглядеть меню проектора. В общем-то, там и в ютубе появится поиск на русском языке и вот-вот русский. Выбираем. Включаем. Но все равно большая часть меню остается на английском. Появляется что-то на русском. Ну, это клавиатура. Текущая как раз стоит с применением русского языка. Меню безопасности. Так, аккаунты. Так, теперь посмотрим. Вот меню помощи. Здесь можно выбрать инструкцию на английском языке и других языках. Посмотреть по любому разделу. Видите, допустим, как передавать изображение по беспроводной, по проводному, с телефона и с планшета. Можно посмотреть, как это делается. Теперь мы выходим. Заходим дальше. Пойдем в менюшку приложений. Здесь у нас показаны все приложения, которые установлены на этот проектор на Android. И посмотрим, как у нас работает YouTube. Собственно, вот он запускается. К сети он подключен по Wi-Fi. Wi-Fi двух диапазонные 2,4 ГГц и 5 ГГц. Все нормально работает. Видите, есть превьюшки онлайн работают. Сейчас мы что-нибудь запустим и посмотрим. Так, все довольно-таки шустро. Ну, давайте запустим смешариков, как они выглядят. Вполне цивильно. Детям можно включать онлайн мультики и смотреть там три кота, смешарики, малышарики и все что угодно. На YouTube очень довольно-таки много мультиков, а на любой вкус. Вот так оно показывает. Давайте посмотрим какой-нибудь другой канал. Вот, например, про поезда. Сейчас мы его включим. Загружается. Вот показывают поезда. В общем, можно заходить в свой аккаунт на YouTube и полноценно пользоваться. Вот видите, можно поменять качество. Ну, типично Android, как в телевизорах или ТВ-боксах. Такое же в точности. Стандартное приложение не работало YouTube. Надо было его удалить и загрузить с магазина приложений последнюю версию YouTube. Так, сейчас мы посмотрим, как работает поиск на русском. Вводим три кота, например, да. Вот они уже есть. Выбираем. Все. Тут же находит. Пожалуйста, выбираем любую серию и можем смотреть. Показывать детям хоть плейлистом, хоть по одной серии. Запустилось. Все работает онлайн. Все отлично. Дети будут очень счастливы. У меня ребенок любит этот мультик смотреть. Ну, хороший такой, поучительный. В каждой серии чему-нибудь да хорошему учит ребенка. Так работает перемотка. Пожалуйста. Так, далее. Что тут у нас еще есть? Ну, маркет это Аптоид ТВ. Это маркет приложений для андроид ТВ-приставок, ТВ-боксов. Ну и, соответственно, в проекторе тоже. Ну, тут вот все вот эти приложения. Твич, прочие игры и прочее-прочее. Все, что мы можем загрузить и поставить на этот проектор на андроид. Вот по темам, по категориям. Видео. Это видео у нас, которое на проекторе есть в памяти. Это приложение для проецирования документов на ТВ. Ну, для проведения презентации, в общем. Вот. Здесь мы посмотрим, как у нас в браузере Chrome работает онлайн-видео. Что меня просили в комментариях сделать. Спрашивали. Вот, пожалуйста, выбрал первый попавшийся сайт с трансляциями ТВ-онлайн. И включил первый канал OHD. Вот. Тут как раз шел вечерний Ургант. Уже поздно вечера. Ну, вот. Себя тут обсуждают что-то. Все отлично показывает. Никаких задержек, тормозов, ничего нет. Без проблем. Так. Что у нас дальше? Посмотрим, как показываю. Там X-Player встроенное видео. Вот. Включим. То, что у меня уже есть на тестах. То, что я показывал. Вот. Мое видео с играмира, например. Записанное. Ну, в 30 FPS записано. Даже в 25, я бы сказал. А вот так работает перемотка встроенного X-Player. Все без проблем перематывается. Далее у нас идет тест плавного видео. Сигнал идет через HDMI в 1080p и 60 FPS с приставки Xbox One S. Ну, как видите, все плавно, без задержек, рывков и пропуска кадров. Все показывает очень хорошо. До этого я снимал такие тесты на 40 дюймов экране. Сейчас мы наблюдаем диагональ 85 дюймов. Как видите, яркости тут с запасом. При том, что эта яркость средняя, не максимальная, на что способен этот проектор. Он может показывать и ярче. Ну, на мой взгляд, средней достаточно. До этого был ролик Перу. А это ролик LG Jazz, который тоже идет в 60 FPS. Все плавненько, красиво, отлично, цвета насыщенные. В общем-то, красота. Ну, а далее мы посмотрим тест, как показывают на этом проекторе футбол. Картинка тоже идет по HDMI в 1080p и 60 FPS. Друзья, большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажмите колокольчик, чтобы получать вовремя уведомления. Чем больше лайков и подписок, тем больше будет контента нового и интересного. В третьей части мы увидим игры. К сожалению, в этот обзор они не влезли. Он и так уже по хронометражу приближается 20 минут. Слишком большой обзор, он будет очень долго рендерить. Ну, и здесь тоже все отлично. Хороший футбольчик, с друзьями на большом экране. Вообще, у него дело собраться, посмотреть. Я сделал этот тест специально для любителей спортивной состязания на большом экране. Вот так. И все отлично. Бежим отсюда. Давай! Прыгни, и ты будешь первым. Быстро тебя не догнать. Кража, только способ выживать. И я крану. Прыгни, и стражник отстанет. За день остался он. Тебе больше не страшен закон. Крыса! Нищей! Жулик! Богонь! Лишь кусочек хлеба. Ты сейчас летишь на небо. Понял я намек, это мне урок. Ты мой лучший друг, Абул. Ау, бедный Алладин теперь попался. Если бы могла увидеть мать. С ранних лет сиротой малыш остался. Я ворую хлеб, только чтобы жить. Этого должны хоть как-то понимать. Воскресенье, 23 часа 58 минут. Вот этот угол! Думблер облажался, он сказал Порше на углу, Уилджир и Уэдерли. Ким! Это инструмент? Это ж кирпич! Охрена кирпичом-то! Поехали уже сразу в тюрьму! Ну блин, не надо! Давай, скорей! Пора сваливать! Ну что, крутой! Ты нас сюда притащил, теперь вытаскивай! Что ты делаешь? Совсем придурок? Эй! Через витрину? Заводи! Ты что, мы же не каскадеры! Давай! Не гони нас по верху! Давай! Только за спину! Вы имеете право... Назад! Серебристый Порше, скорость около 80-ти. Движется на запад по бульвару. Друзья, большое спасибо за просмотр! Надеюсь, видео вам понравилось. А прямо сейчас смотрите третью часть этого обзора, посвященную видеоиграм. Погнали! Субтитры подогнали Симон.